Решение Межрайонного экономического суда ЮКО об отмене регистрации и ликвидации Конфедерации независимых профсоюзов Казахстана абсолютно законно, сообщила на брифинге председатель независимого профсоюзного центра Лариса Харькова. Конфедерация независимых профсоюзов согласно пункта 2 статьи 10 закона о профессиональных союзах в течение 6 месяцев до августа 2016 года должна была создать филиалы в 9 регионах Казахстана. Мы не смогли набрать необходимое количество сторонников, то есть не только сторонников, а это практически очень сложно пройти регистрацию филиалов. Мы это не сделали. То есть не все отраслевые профсоюзы смогли подтвердить свою регистрацию. Несмотря на это, органной юстиции отведено было дополнительное время до конца 2016 года. К сожалению, мы не смогли выполнить требования закона о профессиональных союзах. В связи с этим органной юстиции, то есть Министерство юстиции подало иск об отмене регистрации и ликвидации Конфедерации независимых профсоюзов Республики Казахстан, что, на наш взгляд, является обоснованным. Экономический суд ЮКО удовлетворил этот иск. Подавать апелляцию профсоюзники не намерены. Тем временем на западе Казахстана члены КНП уже выступили с акциями протеста. Десятки рабочих нефтесервисного предприятия Oil Construction Company заявили о готовности выйти на голодовку с 15 января в знак протеста против ликвидации Конфедерации независимых профсоюзов. Мы соблюдаем закон о профсоюзах 2014 года и Трудовой кодекс 2015 года. Требованием протестующих рабочих является возобновление работы КНПК и создание условий для ее дальнейшего функционирования. Соответствующее заявление было подано рабочими в городской Акимат Актау 5 января. И в тот же день несколько десятков нефтяников объявили голодовку. Власти Актау уже сообщили, что разрешение на проведение акций не выдадут. С целью сохранения общественного порядка у здания Акимата на акцию бесстрочной голодовки налагается запрет. Нарушитель будет привлекаться к административной ответственности. В Шимкенте председатель КНП Лариса Харькова также просит своих членов не устраивать никаких протестных акций. Я думаю, что то, что сейчас происходит, это уже считается ненужным. И я думаю, что это нужно прекращать. В любом случае, она ничего не даст, эта голодовка, а люди пострадают, и тем более это рабочие. В настоящее время, по заверению Ларисы Харьковой, изучается вопрос дальнейшей деятельности независимого профсоюзного движения в рамках действующего законодательства. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...